Суд оставил без изменений меру пресечения заместителю министра энергетики ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну. Его адвокат настаивал на том, чтобы чиновник на время следствия находился дома. Замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Заседание проходило в формате видеоконференции, ведь сам обвиняемый находится в СИЗО Челябинска. В настоящем уголовном деле данное обвинение не просто обосновано, но вообще с здравым смыслом ограничено, честно признаться. Это решение является, я полагаю, незаконным судебным актом. С учетом состояния здоровья, то есть избавить меру пресечения, не связанных от общества. Апелляционную жалобу подал один из трех адвокатов Кислицына. По версии защиты, из-за серьезных проблем со здоровьем обвиняемый не должен находиться под стражей. А в СИЗО на чиновника якобы оказывается давление со стороны следствия. Напомню, 1 мая стало известно, что Кислицына взяли под стражу. По версии следствия, взятку чиновнику передал бывший депутат ЗАГС Собрания Свердловской области Павел Мякишев. Сумму пока не оглашают, но известно, что в деле фигурирует видеозапись. Суд оставил Кислицына в СИЗО до 26 июня.